здравствуйте дорогие ребята я рада нашей с вами новой встречи и сегодня я вас приглашаю на занятие по лепке что нам для этого понадобится доска пластилин и стека а что мы с вами будем сегодня лепить вы пожалуйста угадайте отгадав загадку панцирь крепкий как гранит от врагов он защитит а под ним не зная страха медленная да молодцы мы все обгадали правильно сегодня мы с вами будем лепить черепашку давайте их рассмотрим какие они черепахи медленные у них толстая кожа когда наступает холод они укрываются в норах и спят там до весны а из каких частей состоит тело черепахи что мы с вами видим голова хвост четыре лапки и самая большая часть это панцирь это ее домик где она всегда может спрятаться ребята может быть у кого-то дома тоже живет черепашка если да то я с удовольствием посмотрю фотографии с ними ну а теперь я вас приглашаю к выполнению работы ну что ребята приступим к лепке нашей черепашки нам понадобится с вами зеленый цвет коричневый цвет можно еще взять такой оранжевый еще нам понадобится для глаз ну что приступаем ну и как всегда мы начинаем с вами с чего с того что хорошо разогреваем пластилин как мы ему разогреваем перекладывая из одной ручки в другую грей зеленого цвета нам понадобится целый брусок окно зеленый я уже разогрела для нижней части панциря нам понадобится одна треть даже может быть и многовато лишнее убираем то же время для верхней части панциря нам понадобится половина бруска этого будет достаточно к такому темному цвету можно добавить небольшой кусочек светло-коричневого когда мы с вами смотрели рассматривали фотографии черепах панцирь он у них не однотонный да немножко вмешиваются и другие цвета все зависит от породы черепашки помним дам как мы перемешиваем один цвет другой вмешиваем немножко размять растянуть чтобы добавился другой оттенок посмотрите как хорошо перемешивается ну вот для панциря заготовка тоже готова белый и черный цвет нам понадобятся с вами для глаз нашей черепашки готов пластилин для панциря для глаз нам понадобится совсем маленький кусочек белого и еще меньше черного прям совсем маленький маленький кусочек ну а с чего мы начнем лепить нашу черепашку для начала мы берем наш зеленый цвет делаем колбаску эту колбаску нам надо будет поделить с вами на три части одна часть у нас пойдет для головы хвоста и еще две части это для ног и начнем мы лепить с головы я предлагаю лепить голову и хвост вместе посмотрите как катаем колбаску но катаем ее так чтобы одна одна сторона у нас сходила на нет получился тонкий кончик это будет наш хвостик черепашки а другой конец будет толстенький там у нас будет с вами голова и потихонечку потихонечку катаем вытягиваем вполне достаточно хвостик черепашки маленький небольшой мы оставляем и начинаем лепить голову наши черепашки вытягиваем приплющивая до пальчиками вытягиваем ее мордашку чем-то немножко у меня похоже на змею получается так сейчас немножко приплющим шейку и выгибаем смотрите как получается что нам теперь надо сделать наша головка готова предлагаю сразу сделать глазки как мы будем делать глазки у черепашки глазки расположена близко друг к другу он стыка можно сделать небольших таких два углубления обозначить где будут глазки и берем белый пластилин много взяла поэтому отчитываю сколько мне нужно и ставлю наши глазки стыка всегда можно все подправить не бойтесь так и немножко черненького прям совсем капельку чтобы придать нашим глазкам глубину такие маленькие точечки сверху на и вот моя черепашка уже нас с вами видит но что нам надо сделать ей ротик стыкой прорезаем ей ротик черепашка у меня будет улыбчивая веселая вот так по краям чуть-чуть так голова нашей черепашки готового приступаем к лепке ног пока подожди и начинаем лепить две одинаковых по длине колбаски мы немножко еще серединка будет более узкая а по краям нам надо потолще теперь что мы делаем мы эти колбаски с вами перекрещиваем и сверху накладываем голову нашей черепашки ножки не приплющиваем чтобы у нее было устойчивое но но ноги были устойчивые выгибаем немножко вы помните у черепашек на краях есть когти да на краях лапок так устойчивость появилась появилась поэтому можно сделать вырезав аккуратно по кусочку или можно сделать потом аккуратненько подромет или можно просто степень сделать как углубление смотрите кому как захочется я вам показала два способа наши лапки готово когда нарезали просто немножко потом соединиться ну а теперь что нам надо нашей черепашки одеть панцирь но панцирь у черепашки и снизу и сверху поэтому сначала мы сделаем нижнюю часть ну так как черепашка у меня получилась небольшая кусочек у меня великоват лишнее отчетное что мы делаем катаем шарик делаем из этого шарика лепешечку вытягиваем по длине туловища нашей черепашки я взяла оранжевый цвет потому что мы меньше пользуемся а коричневого у меня немного вы можете взять коричневый зеленоватый другого оттенка там уже вы фантазируете сами можете темно-коричневый светло-коричневый ну а я решила поберечь нам еще пригодится для других поделок и прикрепляем низ панцирь к нашей черепашки ну а теперь остался нам только верхняя часть панциря и также катаем шарик верхний панцирь он большой высокий делаем также лепешечку но вытягиваем по краям верх у нас будет высокой как шляпку для гриба с примере замечательно там где шея мой панцирь наш немножко поднимаем чтобы он не давил на шею черепашки делаем такой как воротничок ну вот мой панцирь готов и черепашка сейчас мы тебя оденем в панцирь окно и что же осталось вы помните да на панцире сверху черепашки как ромбики как мы можем сделать или взять еще пластилин и как лепешечками украсить ну можно и пойти по другому пути стекой прорисовать эти ромбики ребята вот моя черепашка готова но чтобы грустно не было ей вы подумайте немножко и слепите ей друзей мы с черепашкой будем с нетерпением ждать ваших черепашек друзей для моей черепашки а на этом наше занятие закончено до свидания до новых встреч